Приветствую всех на канале GamePortal42. Продолжаем играть в игру Hulk Судьба Победителей. В этом видео... Разве данные показывают, что где-то здесь их база? Нам надо прочесать весь регион. Вас понял. Есть хоть намёк, кто это такие? Нет, это всё ещё загадка. Понятно. Ну что ж, найдём базу, узнаем. В этом видео мы будем проходить с 131-й миссии по 140-му. И на 140-м уровне мы встретимся с боссом этой десятки кампаний, которые будем проходить. Я играю с самолётом Секира. У меня два бро-бота. Мушкетёр, которым я играю с самого начала игры вообще, как только он появился. Самый первый. Он до сих пор у меня. И сейчас для разнообразия я взял бро-бота Шершень. Которая стреляет лазерами. Просто для разнообразия, чтобы посмотреть, что из себя этот бро-бот представляет. И сейчас мы проходим миссию 131. Пока довольно простая. Ничего такого. Вот сейчас был тяжёлый момент, но мы с ним справились. Что у нас по сюжету к этому уровню происходит? Значит, Красная Королева пытается восстановить остатки своего государства и присоединилась к нам. Но как-то странно получается, что вроде бы как она присоединилась к нам, но при этом мы ей подчиняемся. Наверное, потому что всё-таки она королева хоть какого-то государства. А мы всё-таки наёмники. И, наверное, сейчас Красная Королева платит нам деньги за то, чтобы мы её государство защищали от агрессии этих неизвестных войск, которые сейчас атакуют её страну. Ничего. Вообще. Совсем. Пусто, как у меня в брюхе. Продолжайте поиски. Она должна быть рядом. Прошли 131-ю миссию, а врага так и не нашли. Кто против нас сражается, неизвестно. Хотя он стилет. На 130-м миссии был стилет. Но, скорее всего, как говорится, кто-то ещё участвует в этой войне. Кто-то неизвестный. И вот сейчас какое-то лицо мы видели, мелькало на экране. Кто-то неизвестный. Какой-то мистер Икс, с которым мы будем сражаться, скорее всего, позже. В общем, нужно узнать, кто же ещё участвует в этой войне, кроме стилета. Потому что стилет сам вряд ли мог организовать такое масштабное вторжение и организовать такую атаку, стать вторым автократом. Всё-таки он немножко сумасшедший парень. Тут нужны серьёзные, логические, организаторские способности, чтобы всё это организовать, сделать поставки продовольствия. Ну, мотивировать, я думаю, он может своих солдат, потому что он всё-таки артист и может работать на публику. Даже Красная Королева нам говорила, что у стилета нет проблем с работой для публики. В этой главе у нас новые самолёты встречаются. Довольно интересные. Не скажу, что они сложные. Ну, да. Довольно интересные. Вот это вот лицо, которое появляется, оно стреляет. При этом мы ему нанести урон не можем. Получается как-то интересно и необычно. Ну, посмотрим дальше, что это будет. Миссия 132 пройдена. Получили свои награды. Здесь у меня ещё идёт участие в новогоднем... Какие успехи? Никаких. Продолжаем поиски. Да откуда они лезут? Здесь у меня ещё продолжается участие в новогодней акции, когда во время вылетов выпадают такие вот печеньки. Имбирные человечки. Не знаю, как они называются точно. Если вы знаете, как они называются, то, конечно же, просветите меня, будьте добры, в комментариях напишите. По-моему, они называются имбирные человечки. Но, может быть, как-то по-другому. В общем, я их собираю, чтобы покупать амуницию. Из-за них также можно покупать золото, биотопливо. Плохо, что нельзя покупать самоцветы. Потому что я коплю самоцветы. Мне нравится участвовать в акции «Покупайте самоцветы». Я всегда собираю себе 9000 самоцветов. Правда, я их собирал всего лишь один раз. Но мне понравилось. Когда участвуешь в этой акции, тратишь 9000 самоцветов, то в конце получаешь подарок оборудования ранга «С». Оно очень мощное, очень крутое и очень помогает в прохождении. Поэтому я принял для себя такое решение. Не тратить самоцветы вообще до тех пор, пока не накоплю 9000. Потом я их все скопом потрачу на модернизацию самолетов. На модернизацию обработав. На повышение уровней. На создание нового оборудования. В общем, я сниму об этом видео. Когда я буду участвовать в следующей акции «Потратьте кристаллы». Пока я их собираю. Их у меня еще недостаточно много. Меньше половины даже пока насобирал. Ну, ничего. Я никуда не спешу. У меня есть видео, которое буду пока выкладывать на канал. Кроме Хок. О, миссия 134. В ней будет какой-то босс. Как-то сложно вот сейчас получается играть. Очень много врагов. Они все очень сильные. Не получается их быстро убивать. И при этом еще нужно стараться уворачиваться от вражеских атак и вражеских самолетов, чтобы не произошло столкновение. Сколько много всяких штук выпало тут у меня уже. Два золотых бокса. Два золотых бокса, 17 человечков, один желтый бокс. Попался. Попался. Последние слова будут. Тишина. Тишина. Ни одной лихой фразочки? Тишина. Ну, как хочешь. В общем, вот какой-то новый босс. Мы никогда с ним раньше не встречались. Такой агрессивный нападает. Не то, чтобы он там нападает. Атакующее оружие у него достаточно сильно развито. Куча ракет самонаводящихся. Куча всяких вот этих вот бомб, которые он выпускает. О, какая-то скучная победа. Мы даже не знаем, кого победили. Надо забрать обломки самолета. В них может быть что-то полезное. Отличная идея. Вот. Мы победили какого-то босса. Неизвестного, который... Который с нами не разговаривал. Либо он не знает нашего языка, либо он не умеет разговаривать. Вот. Я набрал, кстати, достаточное количество имбирных человечков. И я возьму себе броню пятого уровня. Да. Есть уже у меня шестого уровня броня. Но она обычная. Щит праведных. Кого-то там. В общем, эта броня лучшая. Будем плетать пока с ней уже в миссии 135. Нам понадобится время, чтобы собрать все обломки. Приближается неприятель. Не хотят, чтобы я играла в их игрушки? Делай свою работу. А мы займемся своей. Мы их сюда не пустим. Мудрец сказал. Мудрец сделал. Хотя мы летаем викингом на самолете секира. Ух, лицо это опять появляется и атакует. В общем, клепка будет сейчас собирать обломки неизвестного аса для исследования. А нам нужно пока сделать заградительный огонь, чтобы враги не мешали ей делать свою работу. Собственно, клепка, она у нас мозг. Она занимается исследованиями. И пусть она исследует этого неизвестного аса. Посмотрим, что он из себя представляет. и как дальше развернется сюжет этой главы. Как хорошо сейчас запустил ультру мушкетера. Вот еще какой-то, кстати, новый корабль был, который выпускает дронов. И сам при этом стреляет. И дроны стреляют, и он стреляет. Ну, победили его. А теперь отвезем это все в лабораторию. Когда ты вообще сюда прилетела? Как только услышала, что тут есть интересное железо. Думаешь, я упустила бы шанс в нем покопаться? В общем, клепка уже собрала оборудование от неизвестного аса, от его самолета. И теперь нужно, собственно, улететь с этого места. В миссии 136 мы этим займемся. Мы погрузили обломки на грузовой самолет. Сопроводите его в лабораторию. Похоже, мы пнули осиное гнездо. Просто так они нас не отпустят. В общем, мы загрузили обломки неизвестного аса в грузовой самолет. Вот, который мы сейчас сопровождаем. И пытаемся улететь с этого места. Но! Произошло нечто. Враги начали нас активнее атаковать. И не дают нам улететь. Собственно, нужно сопроводить этот самолет, который при этом достаточно хорошо вооружен мощным лазером, уничтожающим все на своем пути. И я думаю, сейчас у нас все получится. Мы привезем наш груз. Вот только сейчас я пропустил один снаряд и немножко подбили этот самолет, который нужно сопроводить. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, долетели до конца. Груз, я так понял, доставлен к месту назначения. И... 137-я миссия. Здесь у нас будет какой-то опять промежуточный босс. О, новый корабль. Не помню такого раньше. Ну да, у него такая атака особенная. Ну, может, и был он раньше. Я уже не помню. Я не так часто играю в эту игру, как хотелось бы мне. Потому что есть другие игры. И есть другая жизнь. И дела, которые нужно делать обязательно. Чтобы быть сытым и было время на игры, нужно заниматься делами. Добро пожаловать, мы... Ты тоже не собираешься отвечать, да? Тишина. Это ради омолчания действует мне на нервы. Похоже, босс... Не скажу, что тот же самый, но, скорее всего, такой же... Такой же... Может, его брат, может быть... В общем, из этой же армии. Неизвестный ас из неизвестной армии. Сейчас немножко трансформировался. Ему доставили новые крылья. Не помню такого. Что было раньше. Ну, что? Мы разделались с его предшественником. Разделаемся. И... С ним, собственно. Есть. И... Ему конец. Как глупо. Они не хотели, чтобы мы исследовали их самолет. И поэтому послали нам еще один. Собственно, теперь мы можем собрать обломки от двух самолетов. Если захотим. Ну, наверное, клепки достаточно будет и одного, чтобы сделать свои исследования и прийти к своим каким-то выводам. Миссия 138. Миссия 138. Миссия 138. Летим дальше. И уничтожаем врагов. Они все не уменьшаются. Их становится все больше, наверное. Или меньше. Мы об этом пока не узнаем. О, еще один кораблик. Быстренько он ушел. Ну, наверное, это хорошо. Потому что он тоже выпускал дронов из себя. Я так понимаю, что чем дольше бы он жил, тем больше бы дрона он выпустил. Я так понимаю, что он не уменьшается. У этого шершня интересная атака. Она работает примерно как овердрайв у самолета Секира. Выпускается рой самонаводящихся ОС. Они не то чтобы самонаводящиеся. Они просто если мимо пролетели, то и полетели дальше. Можно сказать полусамонаводящиеся. Интересная атака, которая может быть очень полезна против босса. Я так думаю. 139 миссия осталась совсем чуть-чуть до завершения этого видео. Их слишком много. Прошу эвакуацию. Эвакуацию подтверждаю. Всем бортам прикройте нас. Надо вывести лабораторию в безопасное место. Что получается. Мы не смогли. Вернее они. Неизвестные враги наши. Не смогли отбить эти обломки. Которые мы доставили в нашу лабораторию. И поэтому эти неизвестные враги решили разрушить нашу лабораторию. Их очень много прилетело. Их очень много атакуют эту лабораторию. И Клепка запросила у Красной Королевы эвакуацию. Эвакуация подтверждена. Мы прилетели помочь Клепке удержать врагов. Пока она соберет все свое оборудование. Которое ей нужно вывести из аре лаборатории. Держим бой. Держим удар. Нужно Клепке дать как можно больше времени. Чтобы собраться. Вывести информацию. И оборудование. Продолжение следует. Здесь глава пройдена. Я надеюсь, что Клепка собралась. И сможет эвакуироваться. А нам тем временем нужно собрать немножко звезд. И я их собрал. Разрушаю стену. Чтобы мы могли добраться до босса этой десятки. Сейчас мы узнаем, кто это. Приветик. Готовы поиграть? Наконец-то человеческий голос. Отзовись. Ха. Так я вам и сказала. Ну, погнали. Не отзовись, а назовись. Я невнимательно прочитал. О, то лицо, которое постоянно летало на протяжении этой десятки миссий. И оказывается, что это лицо, это тот босс. Который... Который... Который завершает эту десятку. И он достаточно такой напористый. Ничего. Мы сейчас потратим овердрайвы на него. Потом начнем тратить овердрайвы. Так, есть. Немножко его кокнули. И он каких-то ботов на нас натравил. Разделали с ними. Сильный враг. Очень сильный. И атаки у него такие... Навязчивые. Очень мало жизней. Ах, вот. Потратили одну жизнь. Воскресил нас мушкетер. Я, кстати, взял сюда еще в этот бой Кракена. Все-таки будет битва с боссом. Нам нужны все ресурсы. А Кракен дает еще одно возрождение. Ух. И все. Последнее возрождение потратили. И мне кажется, я буду тратить самоцветы, чтобы добить этого босса. Так. Ну, сильный он, сильный, да. Не знаю, ребята, вы как прошли его. Напишите мне об этом. Потому что я с ним помучился. Молодцы. Один ноль. Еще увидимся. Как она говорит? Ее самолет сгорел. Ее там нет. Это радиоуправляемый дрон. А ты можешь отследить сигнал? Я над этим работаю. В общем, боссом была какая-то матрица. Она удаленно управляла дроном, который мы уничтожили. И какой будет дальше смысл и сюжет, мы узнаем в следующих видео. У меня появилась возможность взять премиум аккаунт. Я буду зарабатывать звезды для премиум аккаунта. Ну, а пока не болейте. Будьте здоровы, счастливы. Обязательно увидимся на канале GamePortal42. Надеюсь, вы будете ждать следующее видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok